Рекордсмены Шинника сегодня чествовали под южные трибуны стадиона Владимиру Чуркину. Исполнилось 60. Городские власти отметили заслуги футболиста. Среди поздравивших юбиляра была съемочная группа городского телеканала Евгений Полковников и Василий Мосин. Владимир Чуркин обладатель абсолютного рекорда среди галкиперов Шинника. Его ворота он защищал 16 сезонов подряд, провел 583 матча. Впервые Чуркин занял позицию основного вратаря в апреле 1972 года. Больше 40 лет назад. Для него это незабываемый матч. Эта игра была с черноморцем Модессы. Играл очень неплохо, но на 88-й минуте в очень сложной ситуации, в которой получил огромную травму, подо мной прыгнули в грудь, разорвали и 1-0 проиграли. Но в меня поверили. Чуркину исполнилось 60. Чествовать ветеранов спорта стало в Ярославле традицией. В такой же юбилей от мэрии получил награду партнер Чуркина по команде Борис Гаврилов. Сегодня наградили Владимира Дмитриевича. Он, кстати, продолжает работать в шиннике, тренирует вратарей основного состава. Кстати, в советское время такой тренерской должности не было. Галкиперы сами искали свой стиль игры. Владимиру Дмитриевичу было тяжелее. Он стоял на воротах. Все-таки здесь все собраны полевые игроки. Они имели право на вошедство. А Владимир Дмитриевич был на последнем рубеже. Он не мог ошибаться. И ошибался редко. Правильно, как вчера говорили, были великолепные сейвы. Хотя были и обидные бабочки. Без этого в карьере вратаря не бывает. Ну и заслуги Владимира Дмитриевича перед городом отмечены высокой наградой. Владимиру Дмитриевичу вручается почетный знак города Ярославля третьей степени. В последние годы возникла тенденция. Вратари, которых тренировал Чуркин в шиннике, стали востребованными в клубах премьер-лиги. Элити нашего футбола. В принципе, это знаковый фактор. Сюда приглашали очень амбициозных, очень хороших, талантливых вратарей. Ребров ушел в «Спартак». Женя Городов сейчас в Краснодаре не отпускает. Хотя приглашения у него другие есть в высшей лиге. А Тёма Ребров даже был кандидатом в сборную после серии игр. Очередной экзамен для подопечных Чуркина 12 марта. Шинник играет дома против салюта. Евгений Полковников, Василий Мосин, Городской телеканал.